Мама передала. Держите, держите. С утра пораньше. Вот это огурцы. Так, ты знаешь, мне отдельно, там, кладя, я сам буду херить. По два огурца. Спасибо Христос, Ирине. Что ты мне сказала? Одну ложку, вторую. Одну ложку прям. Одну ложку. Так, слушайте внимательно. Пока перестаньте есть. Сейчас, сейчас, зайду. Так, откройте шелк. Я не знаю. Шелк, откройте. Так, уди-ка с дороги. Просмотрите, что у меня. Это что-то не было. Это половина вторая. Вчера было у вас гречишный мед? Нет. Не было, да? Не было. Не было. Ну тогда ладно, подождем по порядку. Сейчас поедите, тогда на третье я уже так, а то, я не знаю, как правильно сделать. Но дело в том, что, что было намечено, все выполнено. Да потому не режем, что чашки заняты. Надо, чтобы чашки были чистые. И каждый получит чашку свою. Вот так вот ест. Вместо того, чтобы взять на кусочек поставить, ее как будто огнем ждет. Кусочек под пол, и руководство закрыто, чтобы дядя не видел. Ну, и что тебе, это интересно? Ты хочешь, да, первое? Попробуй. 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 На каком уровне ты живешь? Буду, буду. Не могу никак двинуться. В левую руку бери кусочек. Прямо если горбатится, под стол залезет. Ну, только обратней будет. Рося, четвертая надо показывать, а не третья. Третья у нас всегда жидкая. Да не маши, говорю, ничего, это не даст тебе. Ты вот махнул, с другой стороны в три залетело. Ну и что? Не, не спицаешь. Как нехорошо посмотрела, гулят такой неприветливый. Жди, видишь, все ждут. На мед пока тарелки не давайте. Гнат Тихонович покушает, и вам все разрежет даст. Пирог только. Пирог на четвертое проси. Ты что так в свое тело-то полешь? Ты уже вкушал? Ну хлеба из чашки-то. Прямо аж помирает, но это ненормальные люди-то совершенно. Я сейчас пошел, три осы меня укусило. Ну и что, живой? Вчера три осы укусила. Вот ты маши, ты маши, ты сколько ни маши, он тут же садится тебе на нос. Лицо делается жестокое, как говорится у медведицы. Как они комаров боятся? Ужас один. Ни один мусульманский мальчик так не боится. Показывают они урок, я не знаю, лет по девять, наверное, идут. Учитель бьет всех за одного. И один только мальчик остался без битья. Он хватает его за шиворот, почему не выучил, и он там дальше долбанет. Они выходят, нужны даже никакой нет. Это бойцы. Это огнилье. Один комар с телом, он уже вместо... Вот скажи сейчас рукой, не задевай лицо. Она вот так вот стоит. А там комарик, обыкновенный комарик. Ну все, он рукой с труху, дальше продолжает есть. Она не ест ничего. Как любишь свое грешное тело. Оно гнить будет, вот черви будут есть. Святые на болото, как Никита и Святой, уходили. Так что узнать их не могли, кто это такой. Нифон. Говоришь, она не слышит ничего. Лицо зацикленное. Кого-то вы в манкурта превратили. Так, давайте чистые чашки. Молодя, а где грешишный мед? На кухне. Мед грешиш, но уже на кухне. Я думаю так. Вам надо будет подходить или так. Давай, давай. Вот послушайте, за столом, это полезно. Я второе вообще не буду. Вчера я сказал про грешишный мед. Вчера я сказал про грешишный мед. Смотри, вот там мальчик сидит, рука под столом, а сам наклоняется. Они не могут еще сделать, у них памяти нам порошинку нету. У моей бабушки в 90 лет больше было ума и выдержки. Руку под стол засунул, сидит, опять перекочарежился вот так вот. Ну что это такое? Сотого меда, оказалось, ни у кого нету. Но вчера от меня независимо, я поехал там. Видите, как все касается, если ты хозяин. Виталий, тебе это касается. Обсосился или оботри? Навешал на них? Ну маленько, хотя возьми что-то, платочком оботри. Вес в кашу, как я. Сидит мальчик, сейчас минутку, я расскажу. Стул, а спинки нету. Старое стулья. Ну, видели все, почему никому дела-то нету. Я стоял сзади и увидал случайно, только около стенки стоят. Ну и на этом все не закончилось. Я замерил, где там у него, в этих, которые спинка-то поддерживает, вертикально это, где дырочки. Заметил, вытеснул, попросил Володи, дырочки сделал. Думаю, может еще такой стул, запасом два. Ну, обыкновенно, но уже не упадешь. Проволочку протянул, закрутил. Я поехал, батюшке сказал. Ты это видел, не видел. Вот сделай это. И сделай сегодня же. Ну, он косит там эта жужжалка. Я до того не люблю эти жужжалки. Они ничего не дают, портят только на... Такая трава, цветов полно, а теперь пожухлая, зеленая, лежит коричневого цвета. И вот жужжет целыми днями. И комаров-то нету, знаете, Тихо-Нович. Послушайте, что я говорю. Потом дойдете и скажете, неужели народ так помешан был на этих жужжалках. Никогда вовеки не было. Вот она, трава-мурова. Как приятно посмотреть. Вокруг храма все это выщелкали. Будыльки торчат и все. Ну, батюшка жужжит. Ему вредно это. Без очков, без наушников. И вот ты исповедовать не сможешь, оглохнешь. Она трещит. Ну ладно, заехай. Я заехал к нему домой. Заехал положить эти палочки, которые просверлены. Вот так вот. Две палочки с дырочками. Теперь такие готовые привязать. Я обтесал их. Все это грубо сделано. И в это время батюшка выходит. Руку под столом держит. Вот сейчас только с другими разговаривал. Ну что, господин балбес. Да плами от него маленько. Вот делает как пятилетний ребенок все. Одного главное говорю, а он руку под стол засунул и сидит. Чурек православный. И она говорит, у меня там клены в огороде. Все застили в свет. Вот как все это я увидал, сделал к батюшке. От батюшки-матюшку. В этот день ничего не знаю. Она говорит, убрать нечем. Пила не работает. И в этот день утром, видели, пилу механическую. Андрей Головач купил и передал. Вот заметьте, я не заказывал. Андрея разговора не было. Он присылает именно в этот день. Сразу же мы едем туда. Где у нас острый Ман? Он выпиливает их, они падают куда. А я думаю, теперь матушка уже еще добрее будет к нам. Я к ней, ее нету. Я к батюшке, он говорит, не знаю, в ваших краях где-то она, ее не найдешь. Но я обычно где-то часов в 9 уже запираюсь, ко мне уже заходить нету. И вот у меня, мне сказали, говорит, у матушки пчелы там пропали. Но нынче никого независимо, рой прилетает и на мои дверцы садится. Ну, меня же рой-то прислал-то. Ну, ты помогал матушке-то. Прямо в калитку заходишь и рой висит. Ну, сообщили батюшка матушке. Она тоже явилась и Виталий помогал ей собирать. Это заснятый ролик. Вчера я узнал, она говорит, рой до того, хороший, до того. Она пчеловод. Она агроном с высшим образованием. Она все это знает. Вот одно к одному. И к ней и не могу найти. Только у Любы Минаеви. Приехал к ней. Люба говорит, у меня нету. Я Витя говорю, звони в соседнюю деревню. Я детям обещал сотового меда. Сотовый мед. Геннадию Шерстобитову, Геннадию Павловичу. Не знаю, звонил или нет. Вот уже мне ложиться спать. Думаю, дай-ка, вот душа беспокоится. Как там у нас упали ветки-то? Придалили малину? Надо сбросить, иначе поломают. На крыжовнике. А они легли, это, вон что, я не хозяин. Ну, и я не хозяин. Я иду на огород, а мошкара меня облепила. Я вот так вот, прямо невозможна. Мелкая такая. Гляжу на огороде, матушка ползает. И она говорит, никогда такого не было, как ныщи картошка такая. Она просто согнулась, и один горт такой, видать, из картошки. Картошка-то, полроста. Ну, я говорю, довольна. Довольна, так еще бы яблони. Я говорю, а у тебя сотовый мед найдется? Она отвечает, ни у кого нету. Тут ее сердце, все с нами. Есть у меня там заначка спрятанная. Все. Хлопцы, слава наша выдержана была. Я к ней сразу, пошли сейчас, бросай все, пошли. Уже десятый час идет. И я в десятом числу привез сюда. Сейчас я ее размерю, и вы узнаете, что такое сотовый мед. Вот в этих ящейках, она сколько у нее грани? Шести грани. Ровные все, до одной. Она наполняет их медом. Но перед тем, как наполнять медом, рабочие пчелы дезинфицируют каждую ящейку, чтобы не закисло. И когда мед уже набирается полностью... Вот смотри, глядел. А, Глеб, все время, это рост по сюда на уши заводит. Зачем? Сколько раз говорил замещание? Не надо, уже привыкла, не можешь делать. Это некрасиво и вредно. Попутно. А когда уже полный, она запечатывает ее, видите, запечатывает как. Сверху воск. Это другая пчела. А что такое воск? Это пчелиный пот. Они друг за другом вот так, говорят, берут крыльшки, вмашут, потеют. И пот это делается воском. А воск куда идет на свечи? Вот они его залепили. Вот это все вместе, называется, рамка. Вот сейчас эту рамку я буду резать. Так. Много или мало, подождите. Мне надо расшифровать, сколько здесь будет. Надо 25 шестей разрезать. 27. 27? Я тут могу ошибиться. Это не просто так делить. На это нужно людей поставить избеданных, исполненных Духа Святого. Шестая глава. Разделить. И то ума не дашь. Так, раз, два, три, четыре. Это надо на чем-то ложить. Так. 6 и 4, 24. 25, говоришь? 27. 4 и 6, 7. Это надо на доску ложить и найти. 7. Раз. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. А вот теперь будет видно. Много кому-кому меньше от меня не зависит. Подавайте. Я не выбираю. О, сотовый мед. За матушку помолитесь. Ее Людмила звать. Маленько пожевать будет. Успокойтесь, всем достанется. Не видно, где эти проволока-то натянута. Повторяю, я не выбираю. Одному полное. Поделите друг с другом. Скажу, у меня совсем пустая. Ты видишь, как делается. О! А, ехать. Не выбираю, повторяю. У кого сильно полное, поделитесь между собой. Повторяю. Даже я не могу точно попасть. Повторяю, не забыть. Повторяю. Повторяю. Не забыть, смотрелку. Неохота резать, чтобы я. Смотри, что у нас. Какой мед-то чудесный. Ну-ка, держи. Так вы не забывайте, у меня карман-то как оттопырился-то сегодня. Как ты посмотри на меня? Смотри. Вишенки. А, отгадайте, что у меня в кармане? Последняя буква. Последняя опять я что-то вам набрал. Пока, дядя... Вишня. Вишня. Давай, давай, давай. Чашки подавайте, кто не давал. Последняя я. Того оттолкни от чашки маленько. Он упал мне, а рука под столом. Он крайний, гляди. Рука на коленке, опять же ты. Пустоглазая. Вот только говорю, бесполезное дело. Что значит это навык? Он никогда не научится правильно есть. Потому что его этому не учат. Главное, скорее, в рот. Благодарение в тысячу-то какое должно быть? Не хочешь? Подожди. Лилия, возьми тарелочку. Сейчас я заберу у тебя, подожди. Они не хотят. Забери у них. Они не хотят. Они не хотят. Положи и все. Руся, ты бы оставила дежурную. А то им останется пустая рамка. Подержи, Паша. Ну ты просто не доедай и все. Оставь тарелочку. Поди, Павел. Лилия, забери у нее тарелку и все. Ну-ка, давайте сюда поближе ко мне. Некоторым по два дам. Потому что некоторых маленькие совсем. Меду меньше. У кого попало без меда, верните чашки. Тут у меня еще остается. Я разделю на 28. Давай. Держи, держи, держи. Все. Давай еще. Подходите. Вика, забери у нее. Она не хочет. Давай. Главное, матушка и говори. Я там на шкафу и лезю. Не хочешь, не надо. А что здесь, не знаю. Лизет, а я ее не пускаю. Ты упадешь. Не упаду. Она, оказывается, сетки две подарила еще. На комарника два. Никогда вещам не выходил. Первый раз. За все время в десятом часу пошел на огород. И вот как Бог делает. Все сошлось одно к одному. И не думал достать и достал. Виталий, ты понял, нет? Да. Так ты делай так, чтобы не был посторонний. Так, кому не дали еще? Давай. Слово Божие исполняется. Так, твое где? Твое где давай, Володя? У меня еще вот. А ты донешь это. Так, кому еще? Неужели всем дал? Мне еще не дали. Еще дежурный не пушали. Это тебе авансом. Дежурный еще не ел. Два куска дал. Так, дежурный возьму здесь. А этот что? Это хлебер. Хлебер, это для молодого расплода. Жуй. Это особенно ценные. Они не знают. От сегодняшнего дня они будут знать. Сотовый мед. Давид говорит, слово твое слаще меда и капель сота. И вот так вот берешь, а из него... Сколько удовольствия. Полное. Ну, разделил правильно. Всем хватило. И себя не обидел. А голени дали? Теперь вот это все обмоете, очистите, одето в баночку сложите, а вот это отнесете матушке. Рамку. Рамку. Вот, на рамке, видишь, что тут есть. Ну, пингвинщики. Как Господь нас любит-то. Смотри. Володя, давай, пойдем. Так, кому еще не дал? Кому не дал? Кому не дал? Тогда все. Уже магазин закрытый. Нож помоете. Так, возьмите кто-нибудь, нанесите. Руками, медовыми, ни за что не беритесь. Он легко отмывается водой без мыла. Мух, мух, по крупным планам. Ну, еще получилось. Так, нещи гречишный мед. Сейчас гречишный мед дадут вам. Володя, на той полке, где ваши меды. Слышишь? Вот видите, как все одно к одному случилось. А гречишный мед откуда? Слушайте внимательно. Когда в пути человеку угодны Богу, то он и врагов его примеряет с ним. Соломон говорит. Вот все сочленено. Мы сидим в прихожей у директора ликера водочного завода Пальтайлера Роберта Робертовича. Слушайте внимательно. У него весь, где там это, как называют, приемная. Уклеено вот эти, таким в рамках все. Какая водка хорошая, скольких людей она отравила. Ну, это я отравил, это я говорю. Вот я к нему захожу, а он меня знает, для лагеря прошу спирту. Спирт у него чистейший. Спирту хотя бы в бутылочку, потому что помазать где-то надо. И у него бывают какие-то там, какие сосуды. И нужно там, бывает еще что-то, сахар где-то. И в это время рядом сидит человек и с ним разговаривает. Я его тоже первый раз вижу. Вот у Бога, как все вымерено. И тот человек говорит, вот, говорит, у меня какая, говорит, напасть-то, говорит. Достал краснодарских голубей, говорит, и голубь улетел, самец. Какой он хороший был. Правда, он поменьше ростом, говорит, но коричневый, аж красный весь. А я сижу и говорю, да ко мне три дня назад залетел такой голубь. Я голубя держу. Три дня он у меня назад улетел. Да вот что он, он весь прям, а это предприниматель, директор тоже сидит. Ну, а вы мне не покажете его, я покажу, но отдать-то не отдам. Я вам за него других голубей дам. Да насколько лучший есть, да породистых, да там меня все. Ну и правда приехал, я ему этого голубя отдал. А он приехал с сыновьями, сыновья все рослые, высокие, вот как Владимир Галиндухин. Ну и все, забрал. А он уже у меня, это голубок такой маленький был, а голубки его не очень любили. Потом он меньше ростом. И он не воркует, а за каждой голубкой летал, и одна его приголубила. А теперь-то она одна осталась. Да когда он за... А он продержал, на три дня он у него улетел и прямо ко мне на голубятню. Как он ее целовал. Она голову наклонила, у него клюв, он ее обхаживает, крылышки ей все разглаживает. Он опять приехал, говорит, улетел. Я говорю, ну меня, но дам, больше не проси. Не могу я смотреть, это такое переживание мне. Ну и правда отдал, неделю прошло, он опять вернулся. Но он меня вывел на человека, который мне потом будет помогать. Главную банкиру попал на этого человека, он меня же выводит. Этот человек, женщина, звать ее прекрасная, премудрая. И она каждый год помогает мне. И однажды я ей написал, говорю, мне вот столько-то надо муки, вот столько-то того сахару, а она сахару в этот раз не имела. И послала мне четыре фляги меду под пломбами по 48 литров. Разгружает, а я говорю грузчикам, наверное, ошиблись, наверное, не мне, вам все это. Я все это держал про запас. И вот сейчас, дядя Володя, или кто тут, детям семь чашки, положите по ложке. Чистую ложку дайте мне. Чистую ложку дашь? Посмотри. Так, вам там всем хватит. С запасом оставил. Воск можете глотать, он не перерабатывается. Воск перерабатывает только медоед. Вы что пить будете? Подождите, это не вам. Вы что пить будете? Чай, компот? Да мне все равно теперь уже. Мешай то и другое вместе. Медоед. Вот есть такой зверь медоед. А есть, я не знаю, как ее называть, птичка. И вот люди работают в лесу, она впереди мне сядет, пик, 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 пик. А они знают, она их поведет там, где рой, где дупло. Идут за ней, она наконец долетает до гнезда и ждет. Когда люди разорят, а ей остатки будут. Вот кто ее так учил? И вот у ней, говорит, в желудке у этого медоеда воск перерабатывается. Ни у кого другого не перерабатывается. Какой проглотил, такой и выйдет. Ферментов тех нету, а у них есть. Вот сколько мы узнали, и все это удивительно Бог делает. Не надо тебе платить деньги, там, подлизывать все. Кому еще мед? Чашки подставляем. Ни кому ложку, Володя, чтобы хватило всем. Полно ему. Ну да. Кто будет мед? Чашка, давайте. Будете? Меньше им клади, они не стали сотовые кушать, потому что, видимо, сладкие маленькие. Ты будешь? Немножко? Маленечко, видишь. Ты будешь медик? Не будешь? Кто мед будет? Я не буду. Чашки-то зализывайте, что не соберешься. Зализывайте, они сейчас засохнут. Все. Вообще-то не залишься. Она его переплавит, и пчелом опять отдастся. Вот, все. Понимаете, надо? Так, проходи всем, а самим-то, да? Все, я всем долг. Многие отказались. Ну ладно, покапаем. На пятницу сохранись. У меня дедушка знакомый, тетя Артура. Спасибо, я не буду. Пасечник. Ну, ребятишки на пасечнику повадились, он их накормил. Еще дай. Он их накормил, а они досыто наелись. Написано, ешь мед в меру. Библия говорит о меде. Он ребятишек положил вот так на солнце-то, и с живота щепочкой соскребал мед, говорит. Он выступал на них, как пот. Смотри, говорит, мед лишний не ешь, чтобы потом тебе не изблевать его. Это хорошо в меру с кусочком. Он закончил это, нареком. Я хочу еще раз сказать-то. Посмотрите. Ко мне приходит человек. Свой. Знает все, где лежит. Я говорю, как зайдешь, на левой стороне, на стенке, возьми. Он не знает, на какой стенке взять. Я объясняю. Зайдешь на скворечник, на левой стороне, или отсюда, говорю, там, где компьютер у меня стоит, и там дальше в углу там печать лежит. Не может найти. Он не ложился. Но пчела найдет. Делает такой опыт. Вот такие, ну, маленькие, как кормушки называются деревья, продолговатые. Налили мед. И мед этот поставили среди поля клеверного. Это километра полтора от улья. Где пасека. Ну, и замечают там. И вот одна пчела прилетела. Ее сверху пудрой посыпали. Там мукой. Ну, такой, чтобы от нее не отошло. А там наблюдает на пасеке. Засекает время. Она улетела. И те замечают, ага, прошло 3 минуты, она прилетела. Мне скорость известная какая. И она прилетела, меду набрала. И делает вот такие восьмерки. Восьмерки. Вот так и вот так. И между ними средняя бисектриса должна быть. Точное указание до 1 метра, где находится этот мед. И сама не полетела. А пчелы сразу 100 штук прилетели. Почему? А она им сказала, вот там-то, там-то. Кто-то забыл мед. Девчата, собирайте быстро. Ребята, на охоту. Все готово. Сейчас у нас мед будет. Все, они пришли. И при том, никто не может понять, что это такое. Ученые, ученые называют люди. Они сделали механическую пчелу. Поставили мед. Та же восьмерки. Чтобы похоел. А пчелы тебе усталились на него. А что это за дура такая? А откуда она такая? Да кто она такая? Она, то есть, какие-то должна издавать звуки, которые эта механическая железка-то, манкур-то не может издавать. И еще не получилось. У нас мама наша пасечник была. У нас своих 25 колодок было. Своих. Ну и 150 колодок. Они работали с матерью Геннадия Павловича, которому я заказывал. И она про них столько рассказывает. Я журналы читал. Сейчас делают такие они прозрачные. Вот им надо весной расплод делать. И она уже знает пчела, что весной будут маленькие ребятишки. И им надо заложить что-то сладенькое. Пирожки где-то. И вот они собирают пыльцу. И она лапками ухватывается за эту, которая ячейка там меда. И головой долбит, а удалбливает. А сначала дезинфицирует. Удалбила. Сверху слоя меда залила, чтобы не окислялась. И воском затянула. А весной, когда еще и цветов нету. А уже ребятишек-то надо выводить. У роддом-то уже работает. Она их распечатывает и кормит молодежь. До чего это удивительно. Невыразимое. И одна единственная вот эта пчела. Иногда пишут, продают пчелиный мед. А у другого-то коровьего меда не бывает. А какой он еще бывает? Шершнем, шмелем, осы они не носят. Ой. Они только голову отрывают. Ну, Тараси, понравилось? Это называется соковый мед. Да, я не оставлю тут. Да идите уже. Мне как-то ждут. Так, готовьтесь. Все, открывай на этом. Там отдельно будет, глядя, разорвит. Тараси. Да. Тараси. Тараси.